Севастопольская эстрада Сергея Ваценского, 1958 год Глава 7, часть 3 Казнокрады В 1828 году в Севастополе чумы не было, а карантин был Для профилактики В 1829 году чумы все так же не было, но карантин был ужесточен Каждый, кто хотел выехать из города или въехать в него, должен был просидеть в полной изоляции от 14 до 19 дней Народ перестал ездить, возникли перебои со снабжением На борьбу с эпидемией были выделены деньги из царской казны В результате чиновники закупали у своих поставщиков за откаты продовольствия по завышенным ценам А горожанам отдавали самое худшее Естественно, в продолжении этого праздника были заинтересованы все, кто наживался на эпидемии В первую очередь чиновники и врачи Все случаи заболевания любой болезнью объявлялись чумой Карантинная контора старается все обыкновенные болезни показать чумными Писал служивший в это время в Севастополе контр-адмирал Санти Адмирал Грейт свидетельствовал В течение пяти месяцев люди не слышали, чтобы болели и умирали естественной смертью А кто бы не заболел в командах или на дому, объявлялись за чуму Всех заболевших свозили в бараки на Павловский мысок Где они содержались в таких условиях, что быстро умирали В ближайших, беднейших районах города применялись дезинфекции хлором То есть горожан еще и подтравливали Думаю, дальше читать не надо Итак, Алтайский край завтра присоединится к числу тех российских регионов В которых запрещена продажа мяса домашнего убоя Решение обусловлено правилами Таможенного союза Который установил требования по безопасности пищевой продукции В рамках защиты жизни и здоровья человека На рынках такой продукт больше не примут Приобретать подворное мясо будет запрещено и учреждением социальной сферы Соответствующее решение утвердила межведомственная комиссия Которая накануне заседала в правительстве региона Дмитрий Клишин продолжит тему На рынке ажиотаж в чистом виде За время ноябрьского локдауна, когда ведь служба в районах несколько дней не клеймила мясо Покупатели краевого центра успели разобрать все запасы Но сегодня здесь вновь изобилие так называемого крестьянского мяса Выращенного на личном подворье и забитого в домашних условиях Чтобы закрыться надо минимум год Корма закуплены, средства вложены Сейчас все это нас останавливает Сергей Суспицын привез мясо из Ребрихинского района Раньше сам производил забой, сдавал на месте заготовителю Сегодня торопится реализовать как можно больше Потому что уже завтра такое мясо нельзя будет оформить для продажи Мы написали письмо в нашем подвенном учреждении с 11 числа Оформление ВСД на мясо полученное подворно Которое направляется для реализации Значит мы документы не оформляем Письмо исполняет решение краевой противоэпизоотической комиссии 10 ноября она обсуждала все доводы за и против Запретить в крае подворный забой Ущемить интересы личных подворий На которых выращивают 17% алтайского мяса Разрешить значит ограничить остальные 83% Сегодня край имеет ветразрешение на поставку мяса и животных Только в 13 субъектов федерации Кто за? Кто против? Воздержались? Принимается большинством голосов У края на сегодняшний день 144 были Более 72, будем 72-74 Потому что они с переходящим Которые работают вот на таком среде Единственная альтернатива подворному забою Она же главная проблема Примерно в третьей районах края отсутствуют бойни Власти на местах предстоит в экстренном порядке решать этот вопрос Подворный забойни для продажи никак не ограничен Но Россельхознадзор получил полномочия Пресекать торговлю мясом без вед документов Предприниматель, который владеет мясом Он обязан его происследовать И по результатам исследований принять решение Либо утилизировать, либо уничтожить Третьего не дано Что касается мясных рядов Здесь не ждут роста цен и дефицита мяса Однако ассортимент претерпит изменения Документы на 10 дней, наверное, самое большое Мясо будет в продаже крестьянское Дальше все На прилавках будет только промышленное мясо Дмитрий Клишин, Евгений Фирсов, Андрей Кулябин, Вести Алтай Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok